Разберись трех дворостных аплодий, это, значит, разъездный период. Я не издеваюсь, я, собственно говоря, хочу сказать, что действительно, и совсем то, что обычно начинают, тем не менее, поскольку это университет, я так и начать с этого. Конечно, я рад, что у меня есть такая возможность подписать и официальный адрес в вашу честь. И поскольку у меня такая возможность есть, я ее и пользуюсь, но у меня есть возможность не читать этот адрес, я его читать тоже не буду, потому что, как правило, это всегда очень, так сказать, нудно и утомительно. Но, тем не менее, кое-что из этого адреса все-таки я хотел сказать. А хотел я сказать вот что, потому что я кое-что добавил от себя. В этот торжественный день особенно хочется обвинить ваши человеческие качества. Открытость, преданность, готовность, поддержку, принципиальность в отставлении собственных убеждений, удовлетворенность, способность понимать окружающих, наконец, по этику слова, в которые понимаешься вообще не с вами. Вот я хочу добавить, все остальное почитать главный адрес, ладно, хорошо? Большое спасибо. Ну, конечно, мы, поскольку мы с ним поговорим втроем, готовясь к вашему юбилею, ваш заместитель по институту Росстатурной школы, мой заместитель по научной работе ЮЯ, мы написали еще один небольшой текст для вас, так сказать, тоже от себя, и, конечно, подчеркиваем, что ваш юбилей, праздник от всех, кто слушал ваши лекции, что от книги, а даже от готичной культуры. Поздравляю вас еще раз. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, там были пять страниц, но я сократил, потому что, понимаете, если вы будете слушать все эти адреса, то вам будет, так сказать, очень плохо. Тут очень жалко все-таки. Так что, извините. Спасибо. Смотр предоставляется в проекту на научной работе у нас университета. Спасибо. Я тоже буду очень рад, как и все, а все, а все, и не потому, что мне нечего сказать, а, конечно, именно потому, что я бы, как и все, наверное, здесь присутствующие, мог бы говорить очень долго. Скажу только одну вещь, что мне довелось, как и многим здесь присутствующим, не только слушать лекции, не только читать книги и статьи Вячеслава Всеволодовича, но и слушать его рассказы. И вот эта удивительная способность думать прямо на твоих глазах, размышлять о том, что внутри сознания находится, это необыкновенный талант Вячеслава Всеволодовича. Я думаю, что все его многообразнейшие таланты, это и поэзия, это и рингвистика, и ритературоведение, и я могу тут очень многое еще перечислить, сходятся в заинтересованности в собеседнике, в рассказе. И это мы неоднократно слышали, мы этим счастливы, мы очень счастливы тем, что Вячеслав Всеволодович основал у нас и руководит, и будет руководить замечательным научным институтом русско-антропологической школы. Это одно из лиц, если так можно сказать, нашего университета. У нас много научных лиц, и среди них одно из важнейших мест занимает этот созданный Вячеслав Всеволодович институт. Наш университет, как мы прекрасно все знаем, это исследовательский университет. И учебная работа, научная работа, человеческое общение неотделимы в нем друг от друга. Вячеслав Всеволодович олицетворяет в себе все эти качества, все эти виды человеческой деятельности. Мы необыкновенно счастливы, Вячеслав Всеволодович, что нам довелось провести годы нашей жизни рядом с вами. Мы вам благодарны за все, что вы делаете для наших студентов, для наших преподавателей. И от души желаем вам долгих лет в жизни, благополучия, новых успехов. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а прежде, чем перейдем к другим управляющим, я хотела бы зачитать телеграмму, который пришел от наших зарубежных коллег. Многоуважаемый господин профессор, от имени Института литературных исследований, Польской академии наук и от многих поклонников ваших работ в нашей научной среде, а в частности в секторе теоретической поэтики, поздравляем вас искренне с днем вашего юбилея. Желаем вам сил и здоровья, а вместе с тем многих научных достижений и реализаций всех ваших планов и мечт. Директор Института, профессор и директор Сармонской-Тамерюши. Ну а теперь несколько выступлений, небольших выступлений. И первому я предоставляю сковору Леониду Ларонидовичу. Спасибо. Я очень прошу прощения, что я не осмирюсь к нему импровизировать. Это, в общем, жанр для меня привычный. Я выступлю в очень непривычном жанре. Не импровизация. Не статья заветов, но подготовлено для нового изоздания. Поэтому я охранность, мне кажется, имеет какой-то смысл. Вот. И я очень прошу меня простить, что я вас обниму несколько минут, и прилично у вас, Вячеслав Сера. Я очень в вашем присутствии, так сказать, не могу импровизировать. Еще в начале 20-го века русская гуманитарная наука была частью мировой гуманитарной традиции. В середине 20-го века только университеты сохранили почти подпольное трение этой традиции. И только в оттепи 50-х способствовало появлению ученых-монскать-подсмежников гуманитариев мирового масштаба. Целое прияло ученых, родившись уже во времена железной несвободы, возникло как бы из небытия. Это и Аверинцев, и Лотман Топоров, и Велитинский, и Гаспаров, и Вячеслав Селочеванов, которого, к счастью, сегодня мы можем видеть здесь. Последний из этой прияло ученых, кто продолжает работать, читать лекции и влить участие гуманитарной науки в мировой традиции. Я всего лишь литератору. Мне трудно адекватно оценить то множество дисциплин и отраслей науки от исторической лингвистики до антропологии в развитии, которую Вячеслав Селочеванов внесущественных планов. Но я могу судить о литературе, в которой имя Иванова существует заметно ярко, главное, в особенности от нынешнего течения литературы. Яркость и обособленность, конечно, обусловлены тем, что в чехлы слов нашего будничного словаря Иванов заключает содержание, оснащенное прежде всего его громадным даром, а потом уже потом лопотом. Так называется его последняя замечательная книга, которая дает представление об Иванове как литературе. Чего стоят только стихотворения Иванова «Круглые фонари по бокам эскалатора, уходящие вниз, похожие на души, мертвых спускающиеся в ад». Здесь и Данте, и Вильгири, и до сих пор до конца не прочитанные мифологием античного представления о смерти. Неслучайные строки его другого стихотворения «Ты рядом шла, как Беатричи», или «Я при жизни оказываю спаду, как бреду». Это гениальный совершенно цикл, который он пережил. Он посвящен, я думаю, связан со Светланой Ивановой, его женой, которая, как Беатричи, провожала его до половины дороги в ад, откуда он вернулся. И это удивительный совершенно цикл, стоит прочитать в книге, о которой я говорил потом опытом. Воспоминания Иванова о той горизонтали современников, среди которых он жил и был сам из их высокого числа Ахматов, Пастернаков, Кобсон, Ботман, Топоров, Аверинцев, также насыщенной, избыточной, невнешней интеллектуальной силой, которая соразмерно и покатуловски точно и бессмертно передает дыхание, волю, беззащитность и величие этих духовных героев нашего времени. Участие Иванова в сюжете, написанном Пастернаком, письма перед исключением из Союза писателей, ощущение мальчика, привязанного к санкам, которые отец везет по дороге, спускающийся к речке сетом, переделкинем, вызывает ощущение его внутреннего присутствия в этом событии. Такое я испытывал только причтение стихов Ахатулла. Сам Иванов достаточно подробно писал горизонталь среди своих выдающихся современников, объединенных интеллектуальными и духовными устремлениями. Но мне бы хотелось вернуться к вопросу о том, откуда могла возникнуть прияда выдающихся филологов посреди, казалось бы, вытоптанный вульгарным марксизм на лучшей пустыне. И здесь придется вспомнить о вертикале гуманитарной традиции, в которой вписана и Вячеслава Всеволодча. Я попробую размотать только одну из нитей этой вертикали. Совсем недавно, в одном из случайных разговоров с Вячеславом Всеволодчем Ивановым о Владимире Николаевиче Топорове выяснилось, что лекции по античной литературе мы слышали у Сергея Ивановича Рацева, одного из выдающихся профессоров Московского университета. Студенческую бытность я был увлечен в генеалогии отечественной культуры, как положено туземцу из провинции, попавшего в знаменитый Московский университет. И впервые вопросы, которые в перерывах между лекциями имен в части, да, Сергея Ивановича, были не в греческих реалиях, а в его читерях. И одно из имен, которое позвучало в ответах ракцика, было имя Владимира Ивановича Гирье. Ученик Грановского и Славьева Гирье, живший на квартире у друга Грановского Кудрявцева, мог говорить с Грановским из двух руки, получая некий дух мировой филологической традиции. Гирье же человек, ученый, замечательный, в свое время слушал, помимо Грановского и Славьева, Лекции Гомзана, Драйзина, Кепкин. К тому же, собственно, Станкевич, у него сказывали Иванович Станкевич. Думаю, в домашнем кругу они сейчас столкнули Грановского. Более того, в то время как Станкевич писал географию Грановского, он пользовался книгами для детей Грановского, которые Гирье перевез к себе в дом. Гирье, в отличие от других профессоров, любил проводить занятия со студентами для дома в Казаринской Киреулке. Возможно, я выбрал семинар в Бутии по древне русской литературе, ищили, потому что он, как и Гирье, проводил его у себя дома на улице Грановского, теперь, к сожалению, ставший Романом Киреулком. Кстати, мой первый докладный семинар в Бутии по христианским бунтовым словам Болку Игорева стал началом многолетних занятий языческом Древней Руси, позже вылившихся в попытку составить слова и основных сюжетов руссконародного искусства. И еще одна особенность встречала Гирье по словам Киреева. Лекции у большинства случаев были не лекциями, а популярными беседами. Мне кажется, что через рация эта способность могла перейти к Вячеславу Сеолычу Иванову, в лекциях которого слышали черты доверительных мета-содержательных бесед. В оправе Толстого Андрея подошел к Наташин, будят снега, то леви как та же фраза «Н», только пустой, чем полслов. Таким образом, современника Пушкина Тимофея Николаевича Грановского, учившегося в Берлинском университете у Рамкира, Раугера, Савини, Вердера, Ганса, посещавшего заседание кружка Станкевича, встречавшегося с Герским, Чадавиным, братком, братьям Гриевскими, от Вячеслава Сеолычу Иванова отделяет всего лишь два посредника – керье и рация. Думаю, любая мировая традиция, случившись, не умирает. Просто существует либо при свете времен, либо в афе времен, но обязательно существует. Вячеслав Сеолычу Иванов – один из великих наследников, держателей и продолжателей мировой традиции. И я надеюсь, что именно она не оборнется. Я думаю, что некоторые из здесь присутствующих, имеющих счастье слушать Вячеслава Сеолычу Иванова, возможно, тоже станут участниками великой традиции мировой культуры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Несколько дней тому назад я совершенно случайно подслушал разговор Вячеслава Сеолыча о том, что он не выносит в жанр дорогой многоуважаемый шкаф. И это неудивительно, потому что только шкаф и может наслаждаться таким жанром. Ни один уважающий себя человек не получит удовольствие, слушая даже и оправданную весть своей, говоря, которая к нему относится. Может, надо быть голым королем, шварцевским голым королем, конечно, чтобы радоваться тому, чтобы генерал сказал «Я старый вояка, я солдат, я скажу тебе правду, матку». Ну, говори, говори. Король – ты пень. Надо обладать определенной психикой, чтобы радоваться чему-нибудь подобного. Поэтому Вячеслав Сеолыч, я не буду в шкафном жанре говорить о том, какой вы хороший, умный, добрый, многосторонний. Хотя именно это я все как раз и скажу. Но для того, чтобы не было ощущения, что я это бою, я вот начну с того, что защищу себя этой фразой. Так, в 60-е годы, уже теперь прошлого столетия, я работал в институте языкознания в Ленинграде. Ученый совет был блистательным. Он был тогда на исходе своего блеска. Тогда еще работали старые Тронский, Степенкоменский, Косельсон, Адмони. Они казались старыми мне тогдашими. Теперь я понимаю, что это были люди либо средних лет, либо даже почти молодые. Но здесь происходит как в отношении с женщинами. В какой-то момент женщина 40 лет, ты глубокая старуха, а посмотришь, поживешь, как молодая женщина. А вот так и с тем ученым советом. И в том ученом совете, который управлялся Жермунским, управлялся великолепно, интересно, Жермунский был, конечно, тоже там, я впервые, а мы тогда давали только кандидатскую степень, несмотря на такой блестящий состав ученого совета. Жермунский, который мог добиться всего, чего угодно. То есть он входил в секторе об Кома и говорил, доложите, приехал академик Жермунский. И академика Жермунского впускали, потому что его куда неудобно вывелся. И академик Жермунский мог сделать многое. И была у него розовая мечта, как и у нас, простых смертных, что дадут нам право утверждать докторские степени. И он говорил одно и то же. Вот дадут нам докторскую степень, приедет Кома Иванов и будет первым человеком, которому мы дадим докторскую степень. За Хецкий, за что угодно. Он может защищать что угодно, поэтому не имеет никакого значения, за что именно. Лишь бы нам дать ему докторскую степень. Мы не дали этой докторской степени. Этого не случилось. Но поразительно другое. Вокруг меня были люди, не склонные к дешевым похвалам и вообще не склонные восхищаться другими. Они знали себе цену и поэтому не торопились раздавать комплименты вокруг. Но ироничный степень, веселый адмоний, сам Жермунский, когда кто-то говорил, Вячеслав Иванов, без даже Всеволодович, а просто Вячеслав Иванов, они как-то серьезнели и сразу начинали говорить, да, Вячеслав Иванов, да, конечно, Вячеслав Иванов, да, было бы хорошо, если бы приехал, скачал доклад, если бы познакомиться, они все знакомы были. Не так же и близко все-таки. Это был Петербург, Ленинград, не так близко. Но это был тот редчайший случай, когда не официальное признание, не ордена. Вы помните, что в гадком утенке есть утка, главная утка. Этой утке повесили ленточку на лапку. И она, поэтому, как говорит Андерсон, была особенно уважаема и птицами, и людьми. Так вот, Вячеслав и Всеволодович, они очень торопились ввешать ленточку на лапку. Годами ходил по миру кандидат филологических наук Вячеслав Иванов. И это было позором для докторов, а не унижением для Вячеслава Всеволодовича. И это то, что немногие могут сказать о себе. Научившись у Романа Оскаревича и Капсона инвариантом и полюбив их, он и сам стал неким инвариантом. Мы уже слышали, что он стал символами, символами, всем чем угодно. Но он к тому же стал инвариантом. А инвариант, разрешите мне напомнить, это нечто, что всегда меняется и остается самим собой. И это замечательно. Никто и ничто, кроме инварианта, на это не способен. То есть идут годы. И было бы смешно, что эти годы, которые все меняют, уже ли нас не изменили. Все мы, конечно, меняемся, меняется и он. Но это изменение количественное, а не качественное. Все то, что было тогда, когда он был молод, и когда он был силен, и когда он был кандидатом филологических наук, все осталось таким же, когда он стал академиком, и ленточек навесились столько, что уж лапок не хватает. А он все тот же. И он обладает редким свойством, которое... Это не то, что называется по-английски name dropping. То есть так вот упомянуть великого человека. А вот и я был своим знаком. Так вот, единственный человек, с которым я встречался, из великих, и с которым было легко, был и Капсон. Я помню, как я шел к Капсону, совершенно случайно оказалось так, что я полгода провел в Гарварде. И он, конечно, был. То есть не он был там же, а я был там же. Я не знаю, что разумеется. И я пошел к Капсону в ужасе, думая, что что же будет? Как это я познакомлюсь к Капсону? Я позвонил ему, он говорит, ну, конечно, приходите. Кристина уже сварила щит. И это было так выразительно. Через две минуты разговором с Капсоном, я уже и забыл, что я говорю к Капсону, что это сколько я видел в жизни сногов. Причем иногда сногов великих, то есть они, у них были основания для снобизма. Точно так же практически мы познакомились только в Америке. Надо было уехать на махоем в Америке, чтобы мы познакомились. Может быть, для этого мы только и уехали. Нет, трудно сейчас сказать. Может быть, это и есть цырмяжная правда. Но в тот день, когда мы познакомились, я почувствовал то же облегчение, которое я почувствовал с Капсоном. Никакого расстояния, никакого величия, никакого снобизма, а добрая улыбка. И тоже только в этот раз не Кристина, а Светлана сварила щи. Только это были щи, наверное, так сказать, с точки зрения, ликонемии и метафоры. На самом деле это были, по-моему, устрицы или что-то такое. В любом случае, было все то же самое. И было ощущение, что все мы равны. А не так, что все мы равны, но кто-то все-таки более равен, чем другие. То есть вот, не то, что я пришел к Ивановым и меня осчастливили, а пришел к добрым друзьям, и мне хорошо, и им хорошо. Я понимаю, это иллюзия. Все это не так. И никому не следует забывать того места, которое он занимает. Но та радость, которую я испытываю, что вы остались им вариантом, что в этом им варианте, и я кручусь, как алофон, это радость, которую сытывают немногие. И я, как и все другие, желаю вам, и варианты не меняются. Они меняются, и все время остаются там же. И дай Бог вам быть своим вариантом в состоянии многие долгие годы. И мы будем рядом с вами тоже такими же, как и вы. То есть думать, что такие же, как и вы. А что о себе думаешь, такое и есть. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень признаю вас за возможность сказать добрые слова в адресе Вячеслава Всеволодча. И это будут в основном не слова восхваления, о которых уже много сказано, и которые все заслужены, а слова благодарности. Ну, за более чем ну, почти за полвека знакомства с Вячеславом Всеволодчим. Вот, поверьте, у меня было много оснований поблагодарить его лично. А сейчас я это хочу сделать еще и от имени других людей, которых здесь нет, но которых я беру на себя смелость, надеюсь, не совсем безосновательную, здесь представлять. Я имею в виду в данном случае ту статью Вячеслава Всеволодча Анны Дельштаме, которая вошла в книгу и опытом, и опытом, и вот те слова, которые стали названием книги, и те слова, которые стали эпиграфом книги. Ну, вот, мне очень важно чисто по личным мотивам, чтобы имя Мандельштама не забывалось, чтобы его произведения читали, чтобы не бронили, как это бывает иногда принято Надежду Яковлевым, на все корки, а я тем более ей признателен, что в некотором смысле она подружила меня когда-то с Вячеславом Севолодчем. Но главное, что для меня очень важно, это тот совершенно редкостный и особый взгляд на творчество Мандельштама, который мы увидим в статье Вячеслава Севолодча, ставший, если не ошибаюсь, предисловлен последнему изданию. Вячеслава Севолодча, да, он уже вышел в первый дом. Это взгляд, соединяющий разные и трудно соединимые уровни. Вот как сказано было, что Вячеслав Севолодч представляет для нас разные поколения ученых и является как бы их потомком, в духовном, понятное дело, смысле и научном. Точно так же Вячеслав Севолодч представляет для нас разные эпохи культурной истории человечества и напоминает нам всем, что мы потомки этой культурной истории. И если говорить совсем коротким словом, Вячеслав Севолодч орицетворяет для нас то, что он сам называет антропным принципом. Вот важно, чтобы не только Вселенная обладала антропным принципом, но чтобы по возможности и культура, в которой мы как-то участвуем, обладала этим антропным принципом, и мы сами были бы его защитниками и проводниками, а что совсем не автоматически следует из факта нашего существования. Возвращаясь к Мандельштаму, хочу сказать, что особенно ценно для меня то, что будет, наверное, наиболее спорным, то, что Вячеслав Севолодч сказал о последних, совсем последних, даже не годах, а месяцах жизни и творчества Мандельштама, а именно в 1937-1938 годе, о периоде, который склазывался вокруг злополучной годы, напомню, что мы очень мало понимаем, что происходило в этот период с Мандельштамом, и что если еще можно говорить о каком-то развитии исторической психологии, то исторической психиатрии у нас действительно не существует пока что. Вот то, что Вячеслав Севолодч создал такой контекст вокруг этой проблемы, для меня чрезвычайно важно, и это то последнее добродеяние, за которое я вам признателен. Спасибо, Ер. Спасибо. А, конечно, я думаю, я привычна послал, что я вернулся с поздравить от кого? Ну, поздравить и от Надежды Яковлевны. Нет, спасибо, потому что, безусловно, если бы Надежда Яковлевна могла бы быть на этом месте, она бы сказала, Комка, я вас очень люблю и поздравлю. Спасибо большое. Благодарю за название за название, да? Ну, если бы он название совсем не так мало знал. А сейчас слово Алексея Боргиевича Кошина. Мне хотелось бы сказать несколько слов о влиянии Вячеслава Всеволодовича на наш мир и наше время. Если пытаться найти какое-то одно слово, которое характеризует наше время, то мне кажется, наиболее наш мир, мне кажется, наиболее подходящим будет слово неподвижность. Карьерные, прагматические интересы склоняют многих наших граждан совершать поступки и порождать тексты, которые лишены естественных человеческих качеств. Истинности, правдивости, стремлению к истине, вся жизнь Вячеслава Всеволодовича, его социальная и научная деятельность говорят нам о том, что эти прагматические интересы Вячеслава Всеволодовича совершенно чужие. Более того, они неприемлемы для него. поэтому порождаемые Вячеслава Всеволодовичем тексты носят характер подлинности, носят статус первоисточника. Я вспоминаю, как в перерыве какой-то конференции Вячеслав Всеволодович рассказывал нам, окружившим его, о Сергея Павловича Королеве, о том, как Сергей Павлович погибал на лесоповале от голода, пригибая, вдруг увидел на свежем пне буханку хлеба. Сергей Павлович, как-то сказал Павлович, стал ходить вокруг этого пня, чтобы понять, мираж это или нет. и убедился, что это действительно совершенно неизвестно откуда взявшаяся буханка хлеба. Он взял эту буханку хлеба, она спасла ему жизнь, поскольку через неделю приказом его забрали в Москву. Вспоминается много других рассказов. Мне очень помнится рассказывать Савсиловича о своем отце и о том, как его отец встречался и беседовал со Сталином. и характернейшую фразу Сталина, которую он сказал отцу Вячеслава Всеволодовича. А товарищ Иванов все себе на уме. Другой характеристикой нашего мира, пожалуй, является разобщенность, и социальная разобщенность, и научная разобщенность. Но что касается научной разобщенности, возможно, она в какой-то мере естественна. Потому что фронт научных исследований расширяется, и если научных сотрудников не прибавляется, а их таки не прибавляется, то расстояние между соседними учеными становится все больше и больше. Но поразительным образом на Вячеслава Всеволодча это положение не распространяется. Потому что чем шире фронт научных исследований, тем шире, как мне кажется, становится та полоса, которую Вячеслав Всеволодч охватывает. К примеру, несколько лет назад был открыт ген речи ФОКС-ПИ-2. В прошлом году появилась большая статья Вячеслава Всеволодча, в котором подробнейшим образом проанализированы данные об эволюции этого гена, начиная от птиц и мышей, а у мышей этот птиц ответственен за связь самки с детенышами. ультразвукового связи через антропоидов и кончая людьми. Вот это пример такой универсальности, научной универсальности Вячеслава Всеволодча. Есть еще некоторые важнейшие аспекты, они здесь подчеркивались о том, что Вячеслав Всеволодч связывает времена, связывает традиции, школы. Мне вспоминается высказывание Мираба Мурдашвили в одном из своих интервью, он говорил, мысль держится, потому что мы не забываем ее держать. Перефразируя ее, мне кажется, можно сказать, наш мир держится, потому что есть люди, которые не забывают его держат. Благодарю за внимание. Прошу прощения, можно секунду? Пожалуйста. Я забыл о самом главном сказать. В нашем издательстве в этом году вышли два очередных тома избранных трудов Вячеслава Всеволодча. Это пятый том, избранные труды по семиотике истории и культуры, мифологии и фольклор, и шестой том «История науки. Недавнее прошлое». И «Академик Берг». В общем, очень много интересного. Я дарю этот двухтом и Вячеслава Всеволодчу. Я только думаю, что для автора это может быть один из лучших подарков. «Академик Бергенович, даже РГБУ тройную зарплату дал». Да? «Академик Бергенович, вы же всегда против того, что мы выдавали книге Вячеслав Всеволодчу. Вы утверждаете, что книги выселяют вас и так далее. Поэтому я рискнул хотя бы один двухтомный если вы разрешаете, мы правы». «Я разрешаю. Через юбилей». Спасибо большое. «Игромные сходы». «Ну и наконец, нельзя без этого обойтись, конечно. Нам бы хотелось поздравить Вячеслава Всеволодча от имени нашего института русско-экологического числа». «Ну и что сказать. До стихот образовался институт, русско-экологическая школа нас всех не оставляет сильное такое ощущение, как всем нам значительно степени там не заслужено или по меньшей вере там не достаточно заслужено повезло». «Да, причем это особый пространственный феномен. от того, что сто властей, в которых вы себя проявили, знания которых ваши абсолютно необъятны, это призна все. знали». Все эти сферы одна приумножают другую. Когда мы читаем ваши стихотворения, мы помним о том, что вы сделали и для лизингистики, и для психологии, скажу, от себя, и до того, что вы писали о химматографе и о пустовом литературе, все эти сферы складывают, умножают и складывается в такой огромный образ, образ большого Всеволода Вячеслава Всеволода. «Большой Варвар». Но это такой пространственный образ, а есть еще и горизонтальный, об этом сегодня уже говорили, такая огромная страна Ивана-Фландия, это так сегодня, и она из огромного количества областей и никуда не зайдешь, встречаешь вас, а нам еще так и везет, что мы в этих всех областях можем вас встретить вот живьем, воплоти. И это, конечно, огромная отдача, огромное счастье. Мы видим, что к счастью вы абсолютно свежи и молодым как личность, как во всех отношении. И всякий раз, сталкиваясь с этим, например, сделаем случаи, когда вы напоминали мне о том, о чем разговаривали какое-то время назад, я думал, правда, а он помнит. Я не помню, как пришло в селоч, чья память сегодня свежа и прекрасна, об этом отлично помню. И вот это, конечно, отдельное очень сильное впечатление. Внутри глушины ватны, это большой пир, и мы в этом пире диалог пребываем всякий раз, когда вы приезжаете из дорогих стран. Это огромное для нас счастье, и все присутствующие хотим еще как можно дольше. Вы здоровы, продолжаете в том же духе просто. Ну и еще два слова в заключении, так что вам будет причащен для наших предприятий. Вы, дорогие коллеги, простите меня, пожалуйста, за отсутствие риторических изысков. Моя административная деятельность сегодня меня немножко съела. Я буду говорить химизы, кунцов, как на фортсобрании, как в прошлом году, когда мы отмечали пятилетие раши. Ну, во-первых, как сказал Вячеслав Всеволодович, как на фортсобрании я, если раз так сказать, отчитываясь о деятельности института, за пять дней. Вот сейчас нам уже шесть лет. Ну, не побоюсь этого слова, Вячеслав Всеволодович это наше все. Потому что если бы не было Вячеслава Всеволодовича, не было бы института. Наш бы институт шесть лет не существовал бы, не развивался и не процветал. А на самом деле это, на мой взгляд, это действительно так. Ну, вот, если суть не языком цифр, за эти годы мы провели больше 200 научных семинаров, больше 40 крупных научных мероприятий, открыли магистратуру по направлению исторической культурологии, у нас уже третий выпуск, а в этом году мы открыли еще новую программу философской антропологии. И в той программе и в другой программе Вячеслав сел и читать лекции. Пожалуйста, посмотрите, вот эти бумажки на столах, они совершенно не случайно лежат. Это расписание лекций Вячеслава Всеволодовича на сентябрь-октябрь, то есть для первого-второго курса нашей магистратуры. Ну, и, наконец, последнее. Я уже даже с трудом поднимаю вот эту трубу книжек. Это то, что мы издали за 6 лет. Как видите, 6 выпусков трудов РАШ. Вот, сейчас новый выпуск. Ирина, еще раз пошел. Я уже висит, пусть чего поднимет. Вот, а это 6 выпуск, вот он только что вышел, юбилей Вячеслава Всеволодовича. здесь есть материалы конференции по возвращению, которая была в прошлом году, состоялась в прошлом сентябре, и множество других материалов. Кстати говоря, у нас есть для презентации эти сборники, так что можно будет еще принести, и кому надо, пожалуйста, их возьмите, так же, как и предыдущий сборник тоже. Вот, собственно говоря, и все, что я хотела сказать. Орг-выводы. Орг-выводы, а он выводит в фуар. Вячеслав Всеволодович, я еще раз повторю, вы наше село. Мы вас очень любим. Живите как можно дольше, будьте здоровы и радуйте нас всегда своим помощником. Спасибо вам. Ну, знаете, мне, конечно, много бы хотелось сказать, но я понимаю, что и так многолетно, и жарко, и душно, и трудно долго слушать любые речи. Но все-таки, какие существенные вещи я хочу высказать. Прежде всего, сказать о своей семье, о своих родителях. Вы знаете, мне, конечно, удивительно посчастливилось, в этом смысле. Многое из того, что говорилось сегодня, адресовано прежде всего моим родным, в особенности моему отцу и маме. Отец был удивительный человек, не только очень талантливый писатель, но по разным причинам и то лучшее, что он написал до сих пор, мало известно. Не перепечатывалось в последнее время или было впервые после смерти его напечатано тогда, когда уже люди перестали как-то реагировать на внеполистическую литературу. Но так или иначе, как писатель, я думаю, он со временем был заново открыт. И мы надеемся какие-то шаги председать к этому, не просто издать кое-что из огромного его неизданного архива. Но я о нем хотел бы сказать не только по поводу его большого литературного дара, который, конечно, для меня много значил, но по поводу того, что вообще-то было уникальное явление во многих отношениях такой характерный русский человек. Не понимаем, здесь русский в таком узкорасово-этническом толкование, поскольку один из предков наших это был польский повстанец, который был создан в Сибирь после подавления восстания в шестьдесят третьем году в девятнадцатом веке, а он, в свою очередь, женился на казахке женщин, поэтому в отце и, соответственно, во мне перемешанное восток и в арху, но не буду дальше углубляться в эту проблему, насколько мы все русские смешаны, и, может быть, это какой-то тоже из залогов того, что иногда удается взялось. в нем, конечно, в моем отце было соединение способности научного понимания очень большое, он был самоучка, но очень много изучил. Я позволю себе привести вам один пример, который меня не перестает удивлять, поэтому кто-то из вас может от меня уже это слышать. в нашем кругу была популярна астрономия и астрофизика из-за того, что были изданы две тогда замечательные популярные, полупопулярные книги английского известного специалиста по астрономии астрофизики Джинса «Движение миров и Вселенной вокруг нас» и один из друзей, близких друзей по стабляту, который также потом стал и другом моих родителей философ Валентина Фритана и Часмос, который много внимания мне уделял в детстве, там одолжил собственный телескоп для того, чтобы привлечь меня к астрономии и так далее, он внушал нам всем, что вот нужно знакомиться с этими книгами. Вот я помню хорошо время, я был болен, лежал, и отец меня заваливал книгами для чтения, значит, это был примерно страшный 36-го или начало 37-го года, и отец мне приносит одну из этих двух книг Джинса и говорит, вот, обратим внимание, он говорит, что в самом центре галактики есть огромный сгусток темной материи. Знаете, это одно из основных открытий современной космологии, но в качестве открытия это фигурирует в довольно поздних работах уже ближе к концу 20-го века, то есть, вот Джинса действительно на это есть намек. Этот намек вот в сознании моего отца, в сверхсознании моего отца перерос в нечто, чему он, конечно, придал и особый смысл. поймете из другого, что я вам о нем расскажу, при наличии этого логического понимания значения научных открытий, он там будущая самоучка изучил научную математику, чтобы понимать Эйнштейна и так далее, но при этом в нем было очень сильное мистическое начало. Он подробно его описал в одной из недооцененных и непрочитанных новыми поколениями книг, первыми знаниями его покорениями папиров, в третьей книге описываются его опыты погружения в реальную силу природы, когда он проходил такой аскетический искус, увлекаясь некоторыми индийскими учениями, совсем молодым человеком. Он выходил на поляну в полночь, садился на пенек, что уже знали животное в лесу, и они к нему приходили, и самое удивительное было не то, что он общался с животными каждую ночь, а то, что он уверял, что он слышит как растут травмы, что это для него в это время было медиарным ощущением. Ну, вы читайте эту книгу, там описано и то, как это все прекратилось, но так или иначе в нем было очень сильное мистическое чувство, и я потом испытал насколько оно было сильным, когда он умирал, и мы с мамой дежуррили около него в не больше не меньше как в Кремлевской больнице на знаменитом теперь в Рублевском шоссе, и вот там три месяца этот умиравший человек видел видение, которое он подробно рассказывал, он говорил, что это мне приснился сон или что-то, но ему явился бутно с ним разговаривали я видел вот эту какой может быть действительно напряженная мистическая жизнь, но которая была все время, но она выражалась в его искусстве, он вообще был человек немногословный, то есть она выражалась конечно их понимание почему интересно то, что мы сейчас называем черными дырами, как будет другой мир центра донактив, но все это становится понятным потом совсем два слова скажу о моей маме не потому что она меньше значила а скажу совсем по-другому она очень много сил приложила к продолжению того, что я мог сделать уже в последующее время вот отец меня как бы сформировал в частности как ученого в те первые годы жизни когда я оказался прикованным в постели а мама старалась как-то сделать возможную последующую жизнь и здесь я и не хочу развивать тему которую дотронул мой друг Толя Липетман, который сегодня упоминал про эти несчастные степени действительно вак высшая комиссия затеряла мою докторскую диссертацию и пришлось защищаться Ленинграду не дали но решились литовцы устроить защиту а потом я получил телеграмму от моего литовского друга приезжайте на один день в Вильнюс это время всеобщего запуняния и этот литовец хорошо понимавшись всю ситуацию выезжает он сам за рулем выезжает со мной далеко от Вильнюса на машине мы выходим из машины он не понимает что случилось значит 30 лет назад диссертация была потеряна ваком мы послали все дело о защите в Вильнюсе вак и вак нам сейчас сообщил что диссертация потеряна страду был настолько велик что это рассказать мне можно было только выехав далеко до предела города и выйти из машины может быть в машине тоже есть послушающие кто знает а может оно и было но тем не менее таки нашли это следующее дело и через следы я тогда написал человеку от которого могло зависеть все-таки лучше найдись потому что я не угодил что у меня есть следующие 30 лет представьте что они были если бы я знал то я бы наверное не торопил его и можно было бы дождаться сегодня это но все получилось уже тогда но я все к тому рассказывала то вот эти времена ну скажем так гонений многих довольно вегетарианских гонений меня не арестовали в отличие от многих 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 интересовалась на главном родном в форме допросов моих знакомых обычно они спрашивали знаете меня увеличали не только жермунским но и люди которые трижды арестовавшие жермунскую поэтому стандартный вопрос был а что вам кома Иванов советовала вот считалось что я как бы советчик так называемых диссидентцев вот тайные крутальные пружины всего этого движения в какой-то степени не хочу преувеличить но какие-то вещи действительно я пытался начать но я хочу сказать что тяжелым это все было для моей мамы вот я помню что день когда решили на ученом совете меня уволить из Московского университета что для меня было действительно очень тяжелым то что я увидел что моя мама которая вообще что угодно в жизни переносяла спокойно была как-то этим опечалена вот это было действительно тяжело то есть к сожалению к несчастью самая трудная в жизни это не то что ты переносишь а то что другие люди за тебя должны перенести и что надо принимать его внимание без этого прожить нельзя но я не буду говорить о других кто в моей семье мне помогал это были и брат и сестры много для меня значит особенно в детстве но должен сказать и своей няне Мария Егоровна Трунина ну знаете это почти стандартно что няня и няня что мне рассказывала она мне рассказывала какое замечательное было как все было в то время она не преувеличила но ее семья была вся раскулачена она попала в Москву рано совсем молодая женщина очень хорошо и умная женщина была хорошо понимала меня иногда просто поражало когда ко мне приходили мои друзья как Владимира Николаевича Тупаровова она сразу оценила в чем оценила его как когда он ушел она сказала ну вот это действительно очень подходящий она была очень верующий человек она в нем увидела то что реализовалась в нем вот в его книгу конкретно в этот момент он уже когда он ко мне пришел он пошел уже через это а вот она это увидела так что в каком-то смысле это проницательность в ней была очень большая ну конечно это не просто только семья а семья в широком смысле то есть люди которые были друзьями моих родителей и которые были близки к ним и которые образовывали единый круг то есть тогда вот той изоляции отъединенности друг от друга совсем не было и мое прошло среди людей которые вместе создавали культуру ну потом их вместе начинали уничтожать но с некоторыми людьми я сохранил уже сам потом очень близкие отношения в частности с Зощенко которого я очень ценил всегда как замечательного писателя но он был и замечательный человек и я радуюсь потому что мы с ним много хотя я должен сказать вот особенно молодым людям вероятно это покажет совсем удивительно но знаете какая у меня сохранилась книжка дочь мне подарила рассказы о ленине он считал что меня тоже нужно воспитывать ну как все моралист а истории знаете какие и дальше ленин перестал курить потому что мама ему сказал что это дорого и тогда он объяснял правила нравственного поведения на этих примерах ну это был замечательный круг людей я счастлив тем что я вырос среди них и в этом смысле я совершенно согласен с тем что действительно была эта эстафета потом конечно к этому добавилось то что мы к несчастью узнали как много лежит оставшегося от загубленных людей тех которых мой отец только знал еще до того как я родился или до того как они были довольно близок с многих из них я узнал по его библиотеке по его рассказам и так далее но так или иначе конечно очень много было основания для того чтобы что-то пытаться начать дальше там а также очень много оснований для того чтобы совершенно испортиться в этой крайне тепличной интеллектуальной атмосфере перенасыщенной интеллектуальной атмосфере так здесь жизнь сложилась для меня удачно рядом трудности которые так или иначе пришлось преодолевать болезнь испытания военной эвакуации политических исследований исследования науки которой мы занимались но знаете было одно ощущение которое вероятно возникло от этой закалки в детстве которое мне очень помогло и которое очень трудно передать потому что это именно ощущение это не логическое рассуждение может быть что-то в этом роде было в моем отце что дало ему возможность неизгибаемо все-таки остаться самим собой во всех тех страшных испытаниях которые наши крупные писатели подвергались я вам приведу один простой пример вы поймете что действительно это нельзя просто называть случайность это некоторые комбинации событий которые ну вроде бы Бухан я вспомнил Алексей Дмитриевич с моих слов по поводу Королёва начинается процесс над Синявским и Даниэлем я понимал что это время когда пытаются реставрировать скажем и нужно что-то делать и все пытались что-то делать это действие в которых участвовали многие знакомые люди близкие старшие копейцы сахаров и так далее но все-таки нужно что-то реально сделать по этому поводу мне приходит в голову я еще кандидат наук то есть никаких особо что я буду общественным защитником Синявского которого я знал ценил я иду в здание Верховного суда судить его должен председатель Верховного суда Свернов я прихожу в прием но у меня какой смысл какую-то бумагу нам дает и у него очередь полгода на прием бессмысленно но мы обязанно принять бумагу но это ничего я говорю тем не менее возьмите я эту школу возвращаюсь домой мы жили на Лаврушинском это близко к улице Куйбышево это Верховный суд и мой брат мне говорит знаешь, тебе только что звонил председатель Верховного суда двадцать минут прошло было шесть вечера уже кончился рабочий день но я перезвонил по телефону который я наставил и сказал, что я пришел рано утром рано утром этот довольно пожилой человек сидел обложенный фолиантами были раскрыты наши законы все я бы охотно вас допустил потому что вы были общественным защитником я вас очень уважаю но вы понимаете тут написано, что вас должно направить в учреждение или общественные организации если бы ваш профсоюз мог вас направить тогда бы я тут я вас уверяю я занимался в кружке у парня Ивановича Чуковского вы понимаете, что как я Иванович мне объяснял про науку поэтому все что можно объяснить по поводу этого понимаете понимаете тогда была уверенность что можно получить ответ этой уверенности абсолютно нет сейчас поэтому я вам это рассказываю не потому что я скажу, что вот как нам тогда удавалось сделать почему вы сейчас как себя не делали я вам уверяю если бы я даже и сейчас увешенной ленточкой пришел к какому-то аналогичному типу то он бы действительно заставил меня полгода ждать а то бы больше то есть это было все-таки ужасное общество с остатками того что тогда было и остатки были не только наши они были разбросаны по всему множеству людей с которыми нам преподелось именно дело поэтому в каком-то смысле вот не будем преувеличивать сейчас многие люди говорят что сейчас так плохо а тогда было лучше не то что лучше но тогда было другое общество другой еще не умершей традиция традиция умерла спасибо вам за хорошие слова я конечно не буду преувеличивать своей роли но тем не менее действительно один из последних кто вам в живую молодым людям в живую может это все рассказать и я не хочу поэтому делать вид что ситуация лучше чем она есть на самом деле но тем не менее есть общая надежда мы говорили об антропном деле есть общая надежда на то что все таки все события происходят как говорил Михаил Михайлович Бахтина 11 лет очень близко хорошо знал все происходит в большом времени и в измерении большого времени мы все должны быть большими оптимистами потому что впереди конечно действительно нечто совсем другое для чего все мы стараемся и поэтому жизни не безусловно спасибо Вячеслав Всеволодович можно один вопрос я хотел спросить вот о современном скажите пожалуйста где вам интереснее жить в Соединенных Штатах или в современной Россией я подозреваю что вы скажете что в России но ведь там наука развивается замечательно доступ к книгам, идеям. Я могу ответить. Спасибо за, как говорят, в той же Америке хороший вопрос. Мы как раз с Толем Амановым подходит. Я сослался на наш разговор. Недавно обсуждали, в какой степени, лингвистика не развивается отчатным в России. Я вас уверяю, что блестательный семинар, который наши сравнительно молодые лингвисты устроили сегодня утром здесь, разумеется, не мог бы быть устроен в Соединенных Штатах. Это совершенно безусловно. Понимаете, что... Я отдельно скажу о Соединенных Штатах, отдельно о России. Это все-таки две разные вещи. Что происходит в Соединенных Штатах? Отчасти и в других странах Европы. Другой мир уже несколько по-другому развивается. Соединенные Штаты страдают от того, что давно не было мировых войн и тоталитарных режимов Европы. Поэтому прекратилась доставка. Ну, даже из России это давно не приезжает, а некоторые включают. Я не знаю, которые близко ко мне здесь сидящие, даже готовы, да, тут давно обсуждать. Я не могу что-то... Соединенные Штаты не могут существовать своим собственным материалом. Ведь в том, что, казалось бы, какое разнообразие, в конце концов, все началось с каких-то бандитов, игроковников, на которых нескольких интернетных людей заставили принять Конституцию. То, чего нам всем не удалось сделать. Перед приходом в немцы, это, конечно, это большая наша рена, но им удалось создать легально действующую систему, которые, вот, отцы, основатели Америки, действительно, сделали очень много коротких. Что касается американской культуры, ее почти нет, а те остатки, которые еще есть, постепенно уходят в прошлое. Ситуация очень тяжелая. Она тяжелая для всего мира, потому что худшие черты Америки передаются другим странам. В частности, была сделана неудачная и ошибочная, после этого многое изменяется. То есть, вот, если они отключили последние, все это интересно. Установка только на материальное благополучие, только на деньги, которые можно получить, ужасно и уродного, и, тем не менее, она имеет место, это нельзя отрицать. Она погубила уже американскую нефтьевскую науку и начинает губить Америку в целом, поскольку все-таки на основании многих достоверных выводов, в частности, выводов, сделанных нашим гениальным экономистом Николай Медичем Конградзием, которого загубил Сталин. В Италии, по указанию Сталину, мы рассеряли, он предсказал все кризисы, и, по указанию Сталин, выход из кризисов происходит только благодаря развитию науки, которая дает возможность крупное научное достижение через технику превращать в то, что двигает дальше. Американцы этого не сделали. По причинам, которые можно подробно описать, сейчас не буду, но это не выдумка, это, безусловно, так. К сожалению, нечто подобное, именно подражая Америке, сделали и мы, и поэтому получилось, что две бывшие сверхдержавы погрузили весь мир в этот кризис из-за своей безграмотности. Но, конкретно говоря, из-за безграмотности правительства. Значит, я не буду вам говорить, что наше правительство менее безграмотно, чем американское, хотя, я должен сказать, что то, что Обама сейчас составил, такой список, за что он готов давать и большие деньги, ему, ну, жили, что науке надо. У нас пока еще никто не слышал, что это, а Осипов, президент Академии, мне говорил недавно, что Академия отказывает, не так говорят, что у нас сейчас кризис. Обама-нуваживает, говорит, что кризис нужно снабжать Американами науку, Но надо снабжать науку по нескольким пунктам, которые Обама назвал, и вы будете думать, что это свободное государство, может быть свободное. Но тем не менее, мои друзья-биологи говорят, что они должны подогнать темы своих заявок на правительственные гранты под несколько главных задач, которые сформулировал Обама. Борьба с раком, борьба со спидом. Они и сами знали, что надо бороться с раком и со спидом. Но не нужно выбирать большим трудом выдающегося молодого лидера, чтобы он давал такие заявления. Значит, я думаю, что Америка в данный момент абсолютно обречена. Она может спастись только, если молодые люди, их много в Америке, если молодые люди воспользуются своими конституционными возможностями, и что-то существенное, а не мелкое, как они пока делают переменят, может быть, этого не произойдет хлопот во всем мире. Что касается России, мы, конечно, испытываем массу трудностей разного рода, протекающих от идиотизма, правящей бюрократии на разных уровнях, включая самые высшие. Но при этом в России есть несколько почти мистически сохраняющихся тенденции, которые позволяют надеяться на чудо. Понимаете, на богу надейся, сам не помошенник. Я вам не предлагаю вот сейчас замереть и ждать, а когда вот небеса решат, что Россия все-таки должна быть одной из главных стран мира. Значит, все прогнозы серьезных людей во всем мире говорят о том, что Россия вместе с Китаем, Кендией, Бразилией, может быть, еще одной из двумя странами – это та страна, которая должна лидировать в середине XXI века. Вы понимаете, что до этого здесь должно очень многое измениться. Это в основном зависит от нас всех. И я думаю, что в России это достижение. Не думаю, что это достижение в среднем. Спасибо. Спасибо большое, мои друзья и коллеги, за то, что вы пришли. Сейчас вы пожелаетесь, пожалуйста, в теколоту. А на вечере, на эти скидки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...